МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите выпуск новостей информационного агентства Курган.РУ с главными событиями в Заурале познакомил вас прямо сейчас в студии Алексей Старцев. Здравствуйте. И коротко о главных. Не ради себя, а ради других. В Кургане состоялся региональный форум добровольческого движения «Я волонтер». Более 400 активистов собрались на площадке. Поддержка предпринимателей. Второй день в областном центре обсуждают перспективы развития бизнеса в регионе. Не осталось без внимания тема взаимодействия с контрольно-надзорными органами. Новогодняя красавица. Искусственная елка. Посмутившая курганца в прошлом году обрела новое место жительства. Об этом и многом другом. Прямо сейчас. Глава региона Вадим Шумков возложил цветы к памятнику воинам 32-го лыжного полка. Также он побывал на уроке мужества в Зауральской кадетской школе. Подробности далее. 5 декабря, в день начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Шумков вместе с ветераном Великой Отечественной войны Верой Васильевной Бондаревой, почтил память зауральцев, героически погибших в этом сражении. Глава региона и Вера Васильевна возложили цветы к мемориалу воинам 32-го лыжного полка. Лыжный полк формировался здесь, в Кургане, в октябре 1941 года. Это была одна из тех частей, которая встала на защиту Москвы. То наступление, которое началось 5 декабря 1941 года, уменьшалось успехом. Это было дело рук наших земляков, большинство из которых погибли. Потому что по данным справки, из 20 тысяч признанных в ряде полка, каждый выход осталось менее 160 человек. Это наши деды, наши прадеды, самые святые страны из нашей истории. После церемонии возложения Вадим Шумков ознакомился с экспозицией музея боевой славы школы номер 23. Один из кадет и руководитель музея рассказали о фактах и экспонатах, раскрывающих историю 32-го запасного лыжного и 25-го учебного танкового полков. На уроке мужества школьники вспомнили о подвиге зауральцев и 28 героев-панфиловцев, которые погибли, но не подпустили врага к Москве, отстояли столицу нашей родины. Вместе с Вадимом Шумковым кадеты и юноармейцы также поздравили с днем рождения Веру Васильевну Бондареву, которой исполнилось 96 лет. Она рассказала о том, как окончила медицинский вуз, ушла на фронт, а после войны работала в зауральских больницах. Чувство испытываю, что мир, мирное небо, люди стали лучше жить, обеспеченность, бесплатное образование, бесплатная медицина. Это радует, испытываю радость. Глава региона поблагодарил коллектив и учеников 23-й школы за урок мужества, за то, что они помнят и хранят историю страны и родного края. Михаил Котельников, Дмитрий Тихонов, Лидейка Игородцева, информационное агентство «Курганру». 5 декабря в Заурале прошел областной форум добровольческого движения «Я волонтер», который посвящен Году добровольца. На главной площадке в ДТЮ собрались более 400 активистов волонтерского движения. Цифры впечатляют. За минувший год волонтеры региона сдали 5000 литров крови, посадили 300 тысяч деревьев, собрали 27 тонн макулатуры, раздали 67 тысяч георгиевских лент. И это далеко не всё. За год волонтеры провели 13 тысяч акций, более 300 тысяч зауральцев получили помощь. Работа продолжается оснимым основным направлением – событий, по мероприятиям, экологической, спортивной, медицинской и так далее. В этом направлении трудятся люди очень ответственные, активные, нестандартно мыслящие, которые своей энергией заражают других. Глава региона Вадим Шумков тепло поприветствовал ребят и призвал общими силами навести порядок во дворах, парках и военных мемориалах. Я вообще предложил в мае этого года все памятники, которые есть герой гражданской войны, ну не героем, а участник гражданской войны, и нашим, скажем так, землякам, которые погибли в Великой Отечественной войне, привести в поле своими руками. Я приглашаю вас к этому большому благородному труду. Но в целом, как я сказал, давайте, ребятки, вместе будем чистить, украшать нашу любимую гражданскую область. Спасибо вам. Одни сдают кровь, другие ищут заблудившихся людей в лесу, третий помогают старикам наладить быт. На форум приехали не только школьники и студенты, но и активисты серебряного возраста. Добровольцы обменялись опытом проведения акции, приняли участие в тренингах и мастер-классах. Быть волонтером – это не только престижно. Это образ жизни, считает координатор Центра волонтеров Диана Хмельницкая. Я в школьницу пришла, потому что было модно, и все становились волонтерами, а потом меня затянуло. То есть есть такие ребята, которых также затягивают. Есть ребята, которые с рождения просто их приучили помогать другим. И они там ходят бабушкам, помогают, ходят там, кошек подкармливают зимой. То есть для кого-то это прям стиль жизни порождения, а кто-то к этому приучается. На площадке в КГУ собрались представители 30 некоммерческих организаций, а всего их в Заурале 900. Говорили о насущных проблемах, стажировках, семинарах, получении грантов на благие цели. Целью площадки является выстраивание диалога между социально ориентированными некоммерческими организациями, властью, бизнесом, средствами массовой информации. То есть мы поговорим о том, чем живут некоммерческие организации, какие у них проблемы и какие перспективы развития на ближайший год-два. Волонтерское движение в Заурале набирает обороты. Все больше людей хотят помогать своим землякам делать добро, которое всегда возвращается с торицей. Павел Баев, Кристина Смирнова, Дмитрий Тихонов, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курганру». Курганские промышленники, а также представители правительства региона отправились в Сургут с рабочим визитом. В ХМАУ зауральская делегация планирует выстроить деловые связи и бизнес-контакты с крупнейшей нефтяной компанией России «Сургутнефтегаз». В ходе переговоров будут обсуждаться варианты возможных поставок продукции зауральских предприятий для нужд компании. В Курганской области введены новые меры поддержки предпринимательства. О них бизнес-сообщество рассказал временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Андрей Санасян, на встрече, которая прошла в региональном инвестиционном агентстве. Нововведения начались со структурных изменений. Курганский бизнес-инкубатор, корпорация развития Зауралья, фонд поддержки предпринимательства и его подразделения теперь объединены. Сейчас ходить по разным организациям с разными руководителями уже не надо. То есть есть одна организация, называется Инвестиционное агентство Курганской области, которое будет заниматься следующими направлениями. Это и гарантийный фонд, это и программы, связанные с поддержкой экспорта, это все программы, связанные с консультацией с развитием предпринимательства. Инвестиционное агентство будет заниматься сопровождением всех бизнес-проектов. Различия по уровню капитализации 100 тысяч или сотни миллионов рублей делаться не будет. Правительство региона будет стимулировать техническое перевооружение предприятий. Бюджет станет компенсировать 30% первого взноса по лизингу оборудования. Такая форма поддержки действует в некоторых других субъектах. В некоторых субъектах благодаря именно этой поддержке несколько тысяч единиц нового оборудования было приобретено за последние только пять лет. Большое внимание будет уделено развитию информационных технологий. Налоговые ставки для предприятий, работающих в этой сфере, будут снижены. Их специалисты смогут пройти бесплатную подготовку в школе программирования. Кроме того, в Курганской области создадут IT-инкубатор. Правительство будет оказывать помощь предприятиям, ориентированным на экспорт продукции. Фактически по каждому предприятию будет совместно с центром экспорта проводиться работа по как раз и выходу продукции предприятия, либо услуг предприятия на экспорт. Индивидуальная работа проводится с каждым потенциальным инвестором. Организовано взаимодействие с муниципальными образованиями, оказывается содействие в получении разрешительных документов, доступе к инфраструктуре, оформлении земельных участков. За каждым проектом будет закреплен сотрудник инвестиционного агентства, который фактически будет наряду с инициатором проекта помогать продвигать этот проект, сокращать сроки. Добавим, что все это делается, чтобы создать в регионе благоприятный инвестиционный климат и максимально комфортные условия для ведения бизнеса. Максим Ахахонин, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. Предпринимателей и контролеров призвали дружить. Призыв прозвучал на едином дне отчетности контрольно-надзорных органов. Миротворцем выступил временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков. История стара как мир. Предприниматели жалуются, что налоговая, пожарный надзор, потребнадзор, инспекция труда и прочие контрольно-надзорные органы их душат проверками и штрафами. Те отвечают, что предприниматели превратно понимают свою роль. Они считают, что государство обязано предоставлять им налоговые льготы, а полностью и своевременно платить налоги и зарплату работникам, создавать безопасные условия труда и выполнять другие обязательства вовсе не обязательно. Глава региона призвал очень аккуратно подходить к проведению внеплановых проверок предприятий и индивидуальных предпринимателей. Вадим Шумков убежден, что задача органов власти не стрясти с предпринимателей все налоги до копейки, а создать условия для развития бизнеса. Это обернется созданием новых рабочих мест, увеличением налогооблагаемой базы и социальным прогрессом. Павел Баев, Николай Волков, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курганру». Курган продолжает готовиться к главному празднику зимы. В Зазерно возле Современника по традиции оборудуют новогоднюю площадку. Уже установили елку, правда, в этот раз искусственную, которая в прошлом году украшала центральную площадь города. Жители микрорайона уже по достоинству оценили красавицу. Ее компактный размер, как пишут в соцсетях, органично вписывается. На верхушке уже разместили звезду. По веткам развешаны украшения и гирлянды. Кроме елки, на площадке возле Современника поставили две горки. Позже будет установлена подсветка. Также на сквере имени Мальцева зальют каток. 6 декабря с 9 утра до 12 часов дня в Главном управлении социальной защиты населения состоится горячая линия о предоставлении мер социальной поддержки инвалидам. На вопросы ответят специалисты отделов и руководители управления социальной защиты населения по месту жительства граждан. Телефоны горячей линии в Кургане 44 73 53, 45 90 96 и 44 79 71. Жители одной из многоэтажек Кургана вот уже 60 дней остаются без какой-либо воды. Кроме того, в доме полно и других проблем. Отчаявшаяся жительница просит, чтобы о проблеме услышал глава за Уралия. Трудно поверить, но в наше время некоторым горожанам приходится подстраивать свое ежедневное расписание под время, когда появляется вода в кране. Жители дома номер 31-Б на улице Дзержинского возмущены. Вот уже два месяца каждый день они получают горячую и холодную воду только на два часа в сутки. Ее дают только днем два часа. Если кто, как говорится, вот успеет, там горячую воду, чтобы помыться, или вот бутыли, что мы набираем воду, все. И вот так вот. Выходные вообще не дают воды. Ни на два, ни сколько. Выходных вообще нет воды. Как рассказывает Татьяна, жильцы устали без постоянного водоснабжения. Кроме того, постоянно бежит крыша и протекают ливневые трубы. Вода попадает в квартиры на верхних этажах. В результате портится имущество. А свет в коридоре жильцы боятся включать, опасаясь замыкания и возгорания. В аварийном состоянии сейчас у нас находится эта крыша. То, что люди находятся без воды и крыльцо. Арматура торчит. Мы тоже жаловались. Люди, старики падают. Эти штыри прямо торчат. Вот сейчас снегом просто занесло и не видно. И поэтому обращаюсь за помощью. Мы в прокуратуру писали. Лично я писала по защите населения. К нам приходили тоже, говорили, что наше общежитие находится в аварийном состоянии. Татьяна говорит, что их управляющая организация «Зауралье» безответственно обслуживает дом. Многие жильцы сетуют, что причиной их бед служит установленный в соседнем доме новый насос. Системы водоснабжения двух строений связаны. Чтобы не тратить ресурс насоса сразу на два дома, жильцов Подзержинского 31Б попросту отрезали от транзитной трубы. Директор управляющей компании пока не готов дать ответ, но заверил, что накануне обсуждал проблему в городской администрации. Жильцы же надеются, что про их беды услышит новый глава «Зауралье». Они готовят ему письмо. Мы будем следить за развитием событий. Павел Баев, Владислав Базлев, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру». Люди в оранжевых жилетах с лопатами. На фоне огромных белых сугробов «Курган» самотозрелище особенно ласкает глаз. Ведь это значит, что в городе идет уборка. Наша съемочная группа выехала на улицы города, чтобы увидеть, как «Курган» освобождают из снежного плена. Наш рейд состоялся в 4 часа дня. Но дорожники выходят на работу ночью, когда уличное движение минимально. Исключение составляет дневные снегопады. В этот день, когда мы проводили съемку, осадков не было. Благодаря оперативно выстроенному взаимодействию всех городских служб, при непосредственном участии руководителя администрации города Андрея Потапова, удалось предотвратить большое скопление снега как на дорогах, так и в дворовых проездах. Всего на уборке задействовано 3 предприятия, 80 единиц техники и 75 человек дорожных рабочих. Осуществляются работы по уборке проезжих частей, подметания тротуаров, обработке противоголовленным материалом. На сегодня продолжаются работы по очистке остановочных комплексов, пешеходных переходов, ну и так далее. В целом дороги выглядели достаточно чистыми. Исключение составляли места у бордюров и обочин. Там сугробы остаются нетронутыми. Однако и этому нашлось свое объяснение. Трудности появляются при уборке в случае припаркованных машин. Даже когда они стоят в положенном месте, но все равно дорожная техника убрать улицу на всю ширину не может. Тротуары, в отличие от дорог, были полностью чисты. Пожалуй, пешеходам зимой передвигаться легче, чем автомобилистам. А вот некоторые дворы жителям приходится брать штурмом. На пути возникают снежные преграды. Но это уже сфера ответственности управляющих компаний. Совместно с управляющими компаниями, государственной жилищной инспекцией и специалистами департамента жилищно-коммунального хозяйства также ведется контроль за работой управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК в части очистки дворовых территорий. Не везде и не всегда это, к сожалению, выполняется. Поэтому мы еженедельно собираем управляющие компании в целях координирования работы. У курганцев возникали нарекания к уборке города. Надо признать, большей части они были справедливы. Но необходимо учитывать и объективные условия. За ноябрь в Кургане выпало почти полторы месячных нормы осадков. Крупных снегопадов было три. За каждый выпадало почти по полмесячной нормы. Быстро убрать снег было непросто. В том числе по причине ограниченности бюджетных средств. Лимиты, к сожалению, они не безграничны. Возможности у города ограничены. Но мы над этим работаем. Работы будут продолжены. То есть останавливаться не будем. Добавим, на сегодняшний день после уборки из города вывезено 6 тысяч тонн снега. Снегопады продолжаются. До конца года дорожники планируют вывезти на полигон 50 тысяч тонн снега. Андрей Бахарев, Николай Волков, Владислав Базалев, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру. Движение по мосту ЖБИ становится опасным. Для пешеходов и водителей вводят ограничения. В соцсети ВКонтакте в ряде местных групп появилось фото, сделанные на мосту. На них изображен дорожный знак, запрещающий движение пешеходов. Как поясняют в городскую администрацию, решение об ограничении движения принято из соображений безопасности. Кроме того, 7 декабря ограничат и движение автомобилей по крайним полосам моста. Вскоре на путепроводе установят соответствующие знаки и ограждения. Проехать можно будет лишь по центральным полосам. Напомним, что мост, который был построен более 40 лет назад, собираются полностью закрыть на реконструкцию. У творчества ограничений нет. В Кургане завершился областной фестиваль «Один плюс один». А в галоконцерте принимали участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Более двухсот зауральцев представили свое творчество на фестивале. Самому старшему участнику 86, младшему 7 лет. Лучших выбирали в четырех номинациях «Сделай сам» изобразительное искусство. Увидеть работу участников можно было на выставке в фойе, а также в номинациях «Писательский талант» и «Исполнительское мастерство». Награды главным победителем вручала заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Ирина Бугаева. Просто удивительно, что люди, находящиеся в определенных жизненных условиях, в определенной жизненной ситуации, сохраняют в себе большой творческий потенциал. И не просто сохраняют, культивируют, развивают, делятся. И, понимаете, люди, у которых мало своей энергии, жизненной, физической энергии, они еще и отдают ее. Это здорово. 16-летний Кирилл Ситников самостоятельно занимается футболом, силовыми упражнениями и танцами. А ведь у него нет одной ноги. В раннем детстве забрала онкология. Принимать себя как есть, любить жизнь, идти только вперед – это жизненная кредо подростка. В планах научиться кататься на скитборде, а пока брейк-данс на сцене филармонии. Хочу доказать самому себе, что я могу, выучить то, что я могу сделать то же самое, что делают, знаете, здоровые люди. Потому что на меня все хорошо, а вот, скажем так, то есть я хочу на меня научиться этому, но мне кажется, типа, ты не умеешь, ты не сможешь. То есть я даю себе, получается, слово, что я постараюсь научиться этому. То есть в этом мире нет ничего невозможного. Фестиваль проводится второй год подряд и продолжит свою работу в следующем году. Напомним, в Заурале около 80 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 3 тысячи детей инвалидов. Кристина Смирнова, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Ангел по имени Мама. В Кургане прошел концерт воспитанников музыкально-продюсерского центра «Фабрики талантов», посвященный Дню Матери. В зале нет свободных мест. Улыбки, теплые взгляды, телефоны в режиме запись. На сцене любимые дочки и сыновья. Маленькие фабриканты держатся уверенно. Сказывается опыт. На конкурсах и концертах выступают несколько раз в месяц. Курс на покорение новых вершин задают педагоги. Наши воспитанники сегодня весь вечер будут дарить не только вокальные подарки, но также будут блистать в качестве актеров, будут принимать участие в танцевальных композициях. Ведь «Фабрика талантов» готовит универсальных артистов. Чуть больше года в Кургане работает музыкально-продюсерский центр «Фабрика талантов». И уже ни один конкурс не обходится без фабрикантов. А всех желающих научиться встречают педагоги в двух филиалах. Вокал, хореография, актерское мастерство. Лишь малый перечень направлений, по которым занимаются воспитанники. Нет никого ближе и родней. Наталья Шевель поет вместе с дочкой Олей. Волновались обе, но песню исполнили прекрасно. Сорвали бурю аплодисментов, как и другие номера участников. Актерские, музыкальные, танцевальные. В каждом выступлении заряд нежности и тепла к любимым мамам. Я его поздравила в первую очередь. Пожелала всего самого лучшего и здоровья. Спасибо за все. Мы очень счастливы были выступать. Мы очень любим мам своих. Я желаю своей маме счастья, здоровья, чтобы она всегда улыбалась. Чтобы все ее дни были яркими, красочными. Я очень рада, что она пришла на мой концерт. Мама, спасибо за нежность твою. Знаешь, счастье на тебя я люблю. Финальная песня. Свет сердец и слезы на глазах женщин в зале. Впереди новые выступления родных чад и гордость за их талант, который так ясно и полно смогли увидеть и раскрыть на фабрике талантов. Анна Карпушина, Кристина Смирнова, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Хоккеисты за Уралия продолжают радовать своих болельщиков. Накануне был обыгран очередной соперник. Подробности узнаете из сюжета. Чемпионат высшей хоккейной лиги перевалил за экватор. Стартовал второй круг. Хоккеисты за Уралия начали его на домашнем льду против казанского барса, самой молодой команды лиги. Курганцы с первых секунд бросились вперед. Активная игра в чужой зоне привела к быстрому удалению гостей, которое сумел реализовать Евгений Сулимов. После заброшенной шайбы за Уралия хватку не ослабила. Лишь под заново с первого игрового отрезка барс очнулся и концовку провел ударно. Начали что-то не в свою игру играть выдумывать. Первые 10 минут вообще отлично провели даже. По-моему, соперник ни разу не бросил, не дали шансов. Сейчас, я думаю, поговорим, перестроимся. Опять надо постоянно прессинговать, бросать, чтобы у противника даже мысли не было, что они могут выиграть здесь. В самом начале второй 20-ти минутки казанцам удалось отыграться. Шайбу на свой счет записал Максим Марушев. Буквально через минуту Никита Сошнин вывел гостей вперед. Барс заметно прибавил скорости. Но все их последующие атаки разбивались об уверенную игру киперохозяев Евгения Ярославлева. В концовке периода Ивану Коренкову удался потрясающий по красоте гол, который уравнял цифры на табло. Заключительный игровой отрезок прошел в равной борьбе. Ни одна из команд не хотела уступать. Так встреча плавно перетекла в дополнительную пятиминутку. Там хоккеисты Барса удалились. Из-за 7 десятых секунды до серии буллитов Евгений Сулимов принес за Уралью долгожданные два очка. Забили один гол, появились в счете. Начало второго периода мы провалили, пропустили две шайбы. Потом подсобрались, выровняли игру. Моменты были, но шайба не шла в ворот. А теперь до овертайма. Удачно забили. Мало пока у нас нацеленности на ворота. Мы пытаемся привести до верного. Ну и в принципе в овертайме удача повернулись к нам лицом. Вот так сказать. Ребятам огромное спасибо за игру. Болельщиков с победой. Итог 3-2. Зауралья продолжает радовать своих болельщиков домашними победами и валидольными концовками. Следующий матч подопечный Альберта Логинова проведут в ледовом дворце имени Николая Васильевича Парышева против пензенского дизеля. Михаил Котельников, Дмитрий Тихонов, Антон Тиженков, информационное агентство Курган-Ро. На этом наш выпуск подошел к концу. Больше новостей читайте на сайте Курган-Ро. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Важно, что вы думаете. Все подробности читайте в номере еженедельника. Смотри. Смотри внимательнее. Самую сочную и самую новогоднюю программу «Мандарио». Интернет-магазин «Столплит» представляет мебель по традиционно низким ценам. Кухонный гарнитур «Натали» по цене 11 990 рублей. «Столплит» – доступная мебель. Вселенная возможностей для вашей информации. Надоел постоянный беспорядок в шкафу? Устали от мятой одежды в гардеробе? Чудо-вешалка «Вандерхенгер» решит эти проблемы. Сделайте свой шкаф удобным и практичным благодаря функциональности нашей вешалки. Устаревшие неудобные плечики теперь навсегда остались в прошлом. Одна чудо-вешалка «Вандерхенгер» выдерживает вес до 10 килограммов. Звоните и заказывайте прямо сейчас комплект из 8 чудо-вешалок «Вандерхенгер» всего за 499 рублей. Успейте сегодня. Водитель, помни! Официальный техосмотр поможет избавиться от проблем со страховыми компаниями. Очищенный от накипи нагревательный элемент вашего газового котла – залог стабильной работы системы отопления. Горгазсервис. Когда работают профессионалы. Последний час декабря Сотри нами Пускай летят за моря Любовь и мир И все надежды наши Пусть будутся однажды Последний час декабря 31 декабря в 23.00 включайте кабельный канал Курган.ру и встречайте Новый год вместе с нами. Интернет-магазин Столплит представляет мебель по традиционно низким ценам. Предновогодние мега-скидки. Успевай! Столплит. Доступная мебель. Внимание, внимание! Конкурс Киномания. Каждую среду ищите в журнале Телесемь. Отвечайте на простые вопросы. Выигрывайте билеты в кино от кинотеатра Россия. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. В четверг синоптическая ситуация в Заурале будет определяться областью повышенного атмосферного давления, связанной с сибирским антициклоном. Поэтому вероятность осадков в регионе ожидается минимальная. Из-за облаков кое-где сможет неуверенно выглядеть солнце, а температурный фон будет вполне соответствовать своей климатической норме. В Екатеринбурге минус 3, минус 5. В Челябинске минус 6, минус 8. Без существенных осадков. В Тюмени минус 10, минус 12. Возможен небольшой снег. В Кургане облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха минус 13, минус 15. Днем в Кургане облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха минус 7, минус 9. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 миллиметров артутного столба. 6 декабря солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»